Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Мы говорили и размышляли о том, что Бог сказал брату Норвелу Хейзу. Он сказал, если ты научишь моих детей поклоняться мне больше, я сделаю для них великое и недоступное. Можете себе представить, Бог жаждет что-то сделать для нас и не может, просто потому, что люди не реагируют на него правильно. Задумайтесь, родители стараются защитить своих детей, чтобы они не пошли в неправильном направлении, не приняли неправильное решение, не вступили в неправильный брак, не нанялись на неправильную работу, не окружили себя неправильными людьми, а дети не слушают. И тогда вы не можете оградить их от последствий того, что они не прислушиваются. Так? Точно так же Бог не хочет оставить нас беззащитными. Как Он нас защищает? Давая нам указания. Как нам быть в безопасности? Следовать Его указаниям. И Он говорит, «Если вы будете Мне поклоняться, Я сделаю великое и недоступное». Почему? Потому что поклонение приносит помазание, а помазание творит великое и недоступное в нашей жизни. Аминь. Итак, Бог хочет совершать великое и недоступное для нас, и только мы можем Его ограничить. Аминь. Как мы Его ограничиваем? Когда мы мыслим неправильно. Когда мы просим ограниченно. А просим мы ограниченно. По одной причине мы мыслим ограниченно. Бог предлагает, «Если вы будете поклоняться Мне, Я сделаю великое и недоступное для вас. Я совершу для вас чудеса». Он сделает великое и недоступное в наших финансах, в наших телах, великое и недоступное в нашем бизнесе, в нашей семье, для наших детей. Но иногда люди настолько привыкают к недостатку, что они и мыслят соответственно. И поклоняются они в соответствии с мышлением недостатка. Но если мы уделим время тому, чтобы поклоняться Ему, Он поможет нам мыслить шире. Аминь. Я хочу вам зачитать 77-й Псалом, 41-й стих. В этом месте Писания мы видим, что происходит после того, как Бог вывел народ Израиля из Египта. Еще до того, как они вышли из Египта, Он сказал им, «У Меня есть для вас земля, текущая молоком и медом». Что это значит? В этой земле изобилие. И именно такую землю Он для них предназначил. Он вывел их, подразумевая эту землю. Он не выводил их из Египта, собираясь оставить их в пустыне. Он вывел их из Египта, собираясь их ввести в обетованную землю. Но, хотя их тела вышли, их разум не вышел. Их тела были свободны от рабства, но их умы были все еще порабощены прошлым, повязаны недостатком, рабством, мышлением раба. И Бог творил великое и недоступное, чтобы показать им, кто теперь на их стороне. Они видели множество чудес, чудеса за чудесами, которые Он совершил, чтобы вывести их из Египта. И, несомненно, это было для того, чтобы доказать им, продемонстрировать им. Я призываю вас в совершенно другую жизнь. Это не жизнь раба. Это жизнь полная величия, полная великих вещей. Знаете ли вы, что то же самое произошло и с нами? Когда мы родились свыше, мы родились в жизнь, которой доступна величия. Аминь. Но многие из нас все еще мыслят так, как нас воспитывали в детстве, или на основании трудной жизни до спасения, или на основании ограниченности окружающих нас людей. Вместо того, чтобы иметь в виду Его величие, Он сделает для нас великое и недоступное, если мы не будем Его ограничивать. Аминь. Итак, в 77-м псалме, 41-м стихе, Бог говорит с ними из-за того, что они так часто хотели повернуть назад и вернуться в Египет. Почему? Потому что они комфортно чувствовали себя на том уровне. Когда Бог предлагает вам великое и недоступное, это уровень, на котором вы никогда прежде не жили. Не устройтесь уютно на уровне, который меньше того, что Бог вам предлагает. Итак, Псалом 77-41. Они поворачивали назад и испытывали Бога и ограничивали Святого Израиля. Не помнили руки Его дня, когда Он избавил их от угнетения. Как мы ограничиваем Бога? Просто забываем то, что Он уже сделал. Люди могут, смотря на свою ситуацию, сказать, «Это большая проблема. Потребуется большое чудо». Вы знаете, что величайшее чудо, в котором вы когда-либо нуждались, вы уже получили, если вы рождены свыше. Что это за чудо? Это ваше спасение. Вы были избавлены из царства тьмы и введены в царство возлюбленного Сына Его. Это величайшее чудо, в котором вы когда-либо нуждались. И если вы рождены свыше, вы его уже получили. Поэтому не говорите мне, что вы не можете верить о чем-то великом. Вы уже поверили в самое великое чудо. Не позвольте дьяволу говорить вам, что у вас не хватает веры, чтобы поверить в исцеление, или чтобы поверить в процветание, или поверить в необходимые перемены. Вы уже поверили в величайшее чудо, которое кто-либо может получить верой, если вы рождены свыше. Аминь. Так что не ограничивайте его теперь. Не забывайте. Видите, 42 стих говорит, что они ограничивали его, потому что не помнили руки его. Они уже забыли, что он сделал. Не забывайте. Вы уже верили о величайшем чуде. Мне не важно, с чем вы сталкиваетесь, у вас хватит на это веры, если вы будете верить. Вспомните, я уже верил об избавлении из ада в небеса, из греха в целостность. Вы уже верили об этом. Не забывайте. Если вы забудете об этом, вы ограничите Бога в том, что Он может сделать для вас в будущем. Теперь, откройте со мной, пожалуйста, 80-й псалом. Там все еще идет речь о Божьем народе, который Он избавил из Египта. 80-й псалом, 10-й стих. 80-й псалом, 10-й стих. Здесь сказано, «Я – Господь, Бог Твой». Заметьте, ваша работа не является вашим Богом. Ваше прошлое – не ваш Бог. Аминь. Ваши неудачи, да не станут вашим Богом. Не делайте недостаток своим Богом. Не делайте деньги своим Богом. Он – Господь Бог ваш. Посмотрите, изведший тебя. Изведший тебя из земли египетской. Это прообраз мира для нас. Аминь. Он вывел народ свой, израильтян, из Египта, но Он вывел нас из царства тьмы. И теперь, когда мы вышли, обратите внимание, «Открой уста Твои широко, и Я наполню их». Теперь, когда вы вышли, вам нужно что-то делать со своими устами. «Открой уста Твои широко, и Я наполню их». Одна из возможностей открыть уста широко, это открыть их широко в поклонении. И Он наполнит. Он наполнит. Великим и недоступным. Бог сказал брату Норвелу Хейзу, «Если Ты научишь Моих детей поклоняться Мне больше, Я сделаю, Я сделаю, Я сделаю великое и недоступное для них». Это соответствует Писанию. Вот здесь. «Открой уста Твои широко, и Я наполню их». Двенадцатый стих. «Но народ Мой не слушал глаза Моего». Они не слушали Меня. Тринадцатый стих. «Потому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». О чем Он говорит? «Они держались за свой образ мышления». Он предлагал им более высокий образ мышления. Вам не нужно больше иметь мышление раба. Вам больше не нужно иметь мышление больного. Вам больше не нужно иметь мышление недостатка. Вам больше не нужно иметь мышление тревог, страха, депрессии. Но они не слушали его. Почему? Потому что они шли по своим помыслам. Следовать собственным помыслам – это следовать тому, что говорит ваша голова, что говорит ваше тело. Не идите по своим помыслам. Следуйте тому, что говорит его голос. А что говорит его голос? Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Он взял на себя наши немощи и понес болезни. «Бог мой восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Когда что-то приходит и пытается угрожать вашему чуду, скажите то, что говорит Бог. Здесь сказано, что Он не мог добиться, чтобы они открыли свои уста широко, чтобы Он смог их наполнить. Обратите внимание, у Него есть чем наполнить нашу жизнь, но Он наполнит только открытые уста. Важно, что мы говорим. Послушайте, наша жизнь отображает не то, что говорит Бог. Наша жизнь отображает то, что говорим мы. И именно об этом Бог говорит. Вам нужно открыть ваши уста. Аминь. Откройте свои уста вот о чем. Бог делает великое и недоступное для меня. Не достоин ли Он за это поклонение? Аминь. Псалом 80, 14. Продолжим читать. Здесь сказано. «О, если бы народ мой слушал Меня». Вы слышите томление в этой фразе? Представьте, у вас есть ответ для их жизни, а они просто продолжают делать то же, что и всегда. Продолжают мыслить, как всегда. Продолжают говорить, как всегда. Можете представить себе его томление. Бог говорит, если бы вы только перестали так говорить, так мыслить, если бы вы только взяли то, что я вам предлагаю, у вас бы все изменилось. Как насчет того, чтобы применить это в своей жизни? «О, если бы народ мой слушал Меня». Израиль ходил Моими путями. Ну, как насчет нас сегодня? Он говорит о своем народе. Мы его народ, которому нужно ходить его путями. Позвольте мне сказать, поклонение без послушания не работает. Нам нужно ходить его путями. Нам нужно быть исполнителями слова. Иначе поклонение не сможет принести плод в нашей жизни. Почему? Потому что оно не принесет помазания. Поклонение из положения неповиновения не принесет помазания. Но обратите внимание, он говорит в 14 стихе. «О, если бы народ мой слушал Меня, Израиль ходил Моими путями, и я обожаю 15 стих, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку Мою на притеснителей их». Другими словами, вам не нужно день за днем, месяц за месяцем, год за годом жить в неуспехе. Скоро все может измениться. В одночасье все может измениться. Аминь. Ну, слава Господу. Итак, места Писания, которые мы прочитали, показывают нам, в чем была ошибка израильтян. Зачем Бог это записал? Чтобы мы не допустили ту же ошибку, что и они. Аминь. Бог абсолютно безграничен в том, что Он может сделать и сделает для нас. Но именно мы должны мыслить таким образом, говорить таким образом, поклоняться таким образом. Потому что иногда мы можем поклоняться Богу, но поклоняться с таким ограниченным мышлением. В нашем сердце может гореть что-то большее, но оно не может вырваться наружу, если мы его не выпустим наружу. Как часто Бог вкладывал в ваше сердце что-то большее, чем то, в чем вы живете сегодня? Он это вкладывает, чтобы вы свыклись с этой идеей простора, чего-то большего, чем прежде. Потому что если Он не добьется вашего согласия с тем, что Он вкладывает в вас, это не выйдет наружу. Поклонение Богу помогает вам прийти в согласие с тем, что Он вложил в вас. Почему? Потому что, общаясь с Богом, вам захочется походить на Него. Вам не захочется спорить с Ним. Вам захочется согласиться с Ним. Аминь. Так часто наша жизнь обусловлена прошлым. Нас воспитал недостаток. Нас воспитали проблемы. Нас воспитали трудности, в которых наша семья едва выживала из поколения в поколение. И мы считаем, что это норма. Мы думаем, такова жизнь. Не для того, кто избавлен из царства тьмы и введен в совершенно новое царство. Аминь. Нам важно помнить, если что-то сложно для человека, это не значит, что это сложно для Бога. Нам важно быть внимательными, чтобы не взять то, что невозможно для нас, и не приписать эту неспособность Богу. Все, что невозможно для нас, абсолютно возможно для Него. Совершенно возможно. Поклонение помогает нам помнить о Его способностях, а не о наших способностях. Потому что наши способности ограничены, а Его безграничны. Поклонение помогает нам помнить о безграничности Бога. Аминь. Мы не можем общаться с величием и оставаться мелкими. Я говорю об общении с Ним в поклонении. Это повлияет на нас. Аминь. Итак, Он предлагает сделать великое и недоступное. Но, позвольте сказать, если у нас достаточно веры, чтобы поклоняться Ему. Достаточно веры, чтобы поклоняться Ему. Если вы рождены свыше, у вас достаточно веры, чтобы поклоняться Ему, так поклоняйтесь. Каждый раз, когда мы поклоняемся Богу, это акт веры. Почему? Потому что мы поклоняемся Богу, которого мы не видим. И каждый раз, когда вы имеете дело с невидимым, вы находитесь на арене веры. Что сказано в Евреям 11 главе? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Если что-то видимо, то вера не требуется. Именно для невидимого нужна вера. Требуется вера. Дьявол скажет, «Твоя вера не работает». Ответ не видно. Сразу ясно, что он пытается добиться того, чтобы вы не понимали, для чего нужна вера. Скажите, «Дьявол, вера и есть для невидимого». Если ответа еще не видно, именно поэтому моя вера настолько ценна. Это не признак того, что моя вера не работает, а знак того, что моя вера востребована. Аминь. Поклонение Богу запускает вашу веру в действие. Так опасно иметь мертвую веру. Что такое мертвая вера? Это вера, которая не двигается. Если бы кто-то умер, мы пришли на похороны, и перед нами было бы тело. И мы бы сказали, «Ну, тело ведь здесь, но оно мертво, оно не двигается. Это не значит, что оно не существует. Все видят тело в этом помещении. Оно существует, но оно мертво, оно не двигается. У вас может быть вера, которая существует, она в вас, но она не двигается. Мертвая вера опасна, потому что на ней никуда не доедешь». Поклонение Богу – это акт веры. Так что поклоняться Богу – это поддерживать веру в движении. Аминь. Поклонение не дает нам докатиться до мертвой веры. Если ваша вера мертва, она может ожить, она все еще в вас. Приведите ее в движение. Приведите ее в движение. Как привести ее в движение? Один из способов – это поклонение Богу. Аминь. Оно включит веру. Оно не даст вам веру, но оно приведет ту веру, что у вас уже есть, в движение. Аминь. Аллилуйя. Нам не нужно добиваться, чтобы Бог нам что-то дал. Нам нужно занять то положение, в котором мы сможем получить. А многие люди молятся, чтобы Бог дал им исцеление. Они молятся, чтобы Бог дал им процветание. И видно, что они не понимают, что все это им уже обеспечено. Все, что Он нам обеспечил, дожидается нашей веры. Что сказано в первом Иоанна? «И сия есть победа, победившая мир». Вера наша. Что это значит? Это значит, что ваша победа ждет, пока заработает ваша вера. И когда заработает ваша вера, победа станет очевидной. Как заставить свою веру работать? Поклонение – это акт веры. Когда будет поклонение, проявится и победа. Аминь. Подумайте об этом. Давайте поговорим немного об Иаире. Нам известна его история. Он пришел к Иисусу, и слово говорит, что он пал ниц и поклонился ему. Это было первое, что он сделал. Он не просто в панике кричал, «Моя дочь умирает! Моя дочь умирает! Пойди со мной!» Он нашел время, чтобы, во-первых, поклониться Иисусу. Благодаря этому, результат его ситуации совершенно изменился. Почему? Потому что с самого начала у него был правильный подход, когда он столкнулся с нуждой. Какой подход правильный, когда вы сталкиваетесь с нуждой? Не приходите к Богу в страхе. Не приходите к Богу в панике. Не звоните пастору, чтобы договориться о консультации. Во-первых, найдите время, чтобы поклониться Богу. Это правильный подход. Первый подход веры – это поклонение Богу. Аминь. Когда он подошел к Иисусу в поклонении, вы знаете, что произошло? Иисус пошел с ним. Аминь. Многие люди пытаются добиться, чтобы сила Божья пришла в определенную ситуацию, но они не подходят к Богу правильно. С другой стороны, мы видим ситуацию с женщиной-серафиникиянкой. Она подошла и сказала, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но видите, это не поклонение. Во-первых, это слова Завета. Она называет его сыном Давидовым. Будучи серафиникиянкой, а не еврейкой, она не в Завете. Она использует слова, которые ей даже не принадлежат. Лезть не работает. Аминь. Бог хочет искренности услышать ее сердце. Она не пришла в поклонение Ему. Она назвала Его титулом, который звучал лестно для Него, и рассказала Ему свою нужду. И знаете, что произошло? Ничего. Он молчал. Он ей даже не отвечал, хотя у нее была большая нужда. Бог не отвечает просто потому, что у нас есть нужда. Бог реагирует на веру. Люди думают, что если у них есть нужда, и они достаточно долго поплачут, Бог будет действовать для них. Не так вы сможете получить то, что Бог обеспечил. Итак, Он ей не отвечает. Тогда она идет к ученикам. Реакция учеников? Они обращаются к Иисусу. Скажи ей, чтобы она оставила нас в покое. Вот такое у них сострадание. И, наконец, Он начинает с ней говорить, «То, что у меня есть, не для тебя. То, что у меня есть, для моих детей». И она говорит, «Я не прошу тебя дать мне то, что принадлежит твоим детям, но то, с чем твои дети небрежны, те крошки, что они роняют. Дай мне это». Но перед тем, как она это сказала, это местописание говорит, что ученики попросили Иисуса отправить ее, чтобы она им не досаждала. Но она подошла и, преклонив колени, поклонилась Иисусу и сказала, «Помоги мне». Заметьте, когда ее подходом была лесть, он даже не реагировал на нее. Но когда ученики хотели прогнать ее, она нашла правильный подход, подошла и поклонилась ему. И тогда сказала, «Помоги мне». И он помог ей. Ее дочь освободилась. Но обратите внимание, это произошло только тогда, когда ее нужда была принесена вместе с поклонением. Ответ на вашу нужду рассчитывает на ваше поклонение. Как только появляется нужда, не начинайте волноваться. Это неправильный подход. Бог не будет отвечать и реагировать на это. Не начинайте бояться. Страх тоже не приносит ответ на проблемы. Нам нужно научиться, как только появляется нужда, сразу поклоняться. начать поклоняться Богу. Когда мой муж ушел домой к Господу, все, что я делала, неделями, по сути, я поклоняюсь тебе, Отец. Что я делала? Я удерживала свое внимание на нем, отводя его от всего, что меня окружало. Поэтому я не проходила через переживания, через которые проходили другие. Не потому, что я не любила своего мужа, а потому, что я знала, на что должно быть направлено мое внимание. Ваша нужда хочет вашего внимания? Сосредоточьте его на Боге. Ваша проблема хочет вашего внимания? Сосредоточьте его на Боге. Аминь. Поклоняйтесь Ему. Я говорю, поклоняйтесь Ему. Встаньте вместе со мной, пожалуйста. Есть ли в вашей жизни нужда, которая нуждается в Его внимании? Есть ли в вашей жизни что-то, что нуждается в великом и недоступном движении Бога? Тогда я хочу, чтобы мы этим утром подняли руки и начали поклоняться Ему. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя. Просто поднимите руки, возвысьте свой голос к Нему. Отец, Ты сказал мужу Божьему, более того, Твое Слово подтверждает то, что Ты ему сказал, что если Твои дети будут поклоняться Тебе больше, Ты сделаешь великое и недоступное. Отец, мы благодарим Тебя за это щедрое предложение. Мы слушаем Тебя. Мы внимаем Тебе. Мы уважаем Тебя. Мы почитаем Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Иисус, спасибо Тебе. Отец, спасибо Тебе. Спасибо за все, что Ты сделал. Возвысьте свой голос и поклонитесь Ему сегодня утром. Мы поклоняемся Тебе на этом месте. Мы возвеличиваем Тебя на этом месте. Мы внимаем Тебе на этом месте. Мы благодарим тебя. Мы говорим, что бы ни шло против нас. Тот, кто в нас больше. И мы поклоняемся тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе за все, что ты сделал. Я призываю тех, кто смотрит сейчас, делать то же, что делаем мы. Смотрите ли вы по телевизору или на каком-то устройстве, вы можете встать прямо у себя в комнате и делать то же самое, что и мы. Возможно, вы не можете встать. Тогда прямо там, где вы есть, вы можете направить свое сердце к Нему. Пожалуйста, присоединитесь к нам, и пусть перед вами будет Он, а не ваша нужда. Если мы будем поклоняться Ему в момент нужды, Он совершит для нас великое и недоступное. Давайте сделаем это вместе с теми, кто нас смотрит сегодня. Там, где вы находитесь, поднимите руки и скажите, «Отец, я доверяю тебе. Я прославляю тебя. Я возвеличиваю тебя. Я почитаю тебя. Я благоговею перед тобой. Я поклоняюсь тебе». Иисус, спасибо тебе за все, что ты сделал. Спасибо за все, что ты обеспечил. Спасибо за всю цену, что ты заплатил. Я благодарю тебя, Отец. Нет подобного нашему Богу. Нет подобного нашему Отцу. Нет имени, подобного имени Иисуса. Мы почитаем это имя. Мы поклоняемся Ему. Мы поклоняемся Тебе, Отец. Мы поклоняемся Тебе. Мы прославляем Тебя. Мы возвеличиваем Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе славу и честь. Аллилуйя! 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 Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейна. Продолжение следует...